Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Регион больше, чем получит. 67 миллиардов рублей в 2022 году. Параметры бюджета тоже не вернутся к уровню 20-го. Доходы 67 миллиардов, расходы 65,5. Программа Экономика. Пандемия снизила и зарплатные запросы кировчан. К такому выводу пришли аналитики HeadHunter в результате анализа вакансий и резюме региона за 9 месяцев. Обычно ожидания кировчан на 2-3 тысячи выше, чем предлагают работодатели в вакансиях. Но весной разрыв увеличился до 8 тысяч. Причем теперь запросы соискателей были ниже предложения компаний. То есть кировчане уронили свои запросы на 10 тысяч рублей. В течение лета и начала осени разрыв постепенно сокращался, но пока к докризисному уровню не вернулся. В масштабах страны самый высокий разрыв в зарплатах 30 тысяч рублей. Это Псковская область. По сферам самый сильный демпинг. Среди рабочего персонала 9 тысяч рублей. Не снижали зарплатные ожидания представители IT-сферы закупок, консультирования, юристы. В среднем в течение 20-го года они просят на 10 тысяч выше, чем предлагают работодатели. Также чиновники, медики и топ-менеджеры запросы свои не снижают. На поддержку предпринимательства направили 350 миллионов рублей. Это сумма, которую регион получил на нацпроект в этой сфере. 200 миллионов выделено на выдачу займов бизнесу, которому недоступны банковские продукты. Сейчас предпринимателям выдано из фонда поддержки почти полторы тысячи микрозаймов. 137 миллионов потрачено на различные сервисы и услуги для бизнеса, в том числе на помощь с выходом на экспорт и на обучение предпринимательству. Сейчас, по данным Минэкономразвития, в сфере малого и среднего бизнеса в регионе работает 48 тысяч субъектов, свыше 169 тысяч человек. В этом году господдержку получили 2000 предпринимателей и самозанятых. В завершение валютах доллар сегодня 78,46 евро 92 рубля 12 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове.